Одному из специалистов российской мобильной лаборатории быстрого реагирования стало плохо. Она потеряла сознание. Таким сегодня был сценарий учений для наших инфекционистов. Первым делом, что нужно было сделать, взять анализ у коллеги, чтобы определить инфекцию, которую она подхватила. Затем, как проходит сбор анализов и всем происходящим уже вне передвижной лаборатории, пристально следили иностранные специалисты-представители ВОЗ. Они записывали в блокнот каждое действие россиян. Это была вовсе не работа на публику. Это реальные учения. Все действия четкие, как в реальных условиях. Очага инфекции. Среди тех, кто наблюдает за учениями россиян, коллеги из Узбекистана приехали в Казань, чтобы познакомиться с лучшими практиками российских коллег. Проблема номер один, как и везде пандемии коронавируса в Узбекистане. Сейчас 35% населения уже привиты. В России на 1% меньше. Самая хорошая профилактика особо опасных инфекций – это вакцинация. Самая дешевая. Мы находимся в палатке французско-бельгийской лаборатории Билайф. Организаторы предупреждали, что все учения будут проходить на незараженных биоматериалах. И вот вам прямое доказательство тому можно зайти и посмотреть, как работают иностранные врачи-инфекционисты. Специалисты лаборатории Билайф – Центра биомолекулярных технологий Левинского католического университета в 2014 и 2015 годах активно работали в Африке, где зверствовал вирус Эбола. Сейчас в Казани, по легенде ученых, титруют вирус гриппа. Правда, не настоящего. Это имитация, говорят бельгийцы. Во всех пробах дистиллированная вода. В Россию они привезли только лабораторное оборудование и реагенты. Российские таможенники – это что-то, я имею в виду, очень строгие требования, очень серьезные требования. Мы работали 24 часа в сутки последние недели, просто чтобы составить правильно документацию, описание очень подробное, для того, чтобы убедить российскую таможню в том, что у нас абсолютно нет никаких запрещенных препаратов с собой. Еще в апреле прошлого года Бельгия была мировым лидером по смертности от коронавируса. Поэтому Роспотребнадзору очень важно присутствие бельгийских коллег на учениях в Казани. Сейчас Бельгия – европейский лидер по вакцинации. Привито 74% населения. Вакцинированных во Фландрии, например, 98%, мне кажется. Там действительно очень высокая цифра. Там все у них здорово, люди дисциплинированные. Сказали надо, значит, пошли все вакцинироваться. Видимо, уровень доверия властям довольно высок. Раз объяснили, что нужно, значит нужно. В России посещать общественные места по QR-кодам – новинка в Бельгии – это уже норма жизни. В стране 4 вакцины и чем у колодца решает врач. И на основе моих медицинских данных они сами принимают решение, какой препарат мне больше подходит. По возрастной группе, по истории болезни. То есть, короче, у меня нет возможности сказать нет. Я вот эту вакцину не хочу, я хочу другую. Я так понимаю, что в России с этим лучше. В том смысле, что люди имеют право выбора. Завтра ученые и практики подведут итоги пяти дней учений, чтобы приступить к выработке общих стандартов в борьбе с коронавирусом. Елена Горбунчикова, Роман Фенин, Телеканал Эфир.